Нарядки тысяч сценических костюмов хранятся в архивах первого в мире театра для детей. Некоторые из них были пошиты еще в 50-х годах прошлого столетия. В этом году театральная общественность отмечает 120-летие основательницы детского театра Натальи Исад. Карл Гашмина Якова продолжит. Костюмы красной шапочки из одноименной пьесы, сценический наряд Марии Стюарт, шитых спектаклю «Двух королев не бывает», платья Людмилы и плащи-накидки Руслана и колдуна Черномора из волшебной сказки Русланы Людмилы. Все они были созданы в разное время, и над каждым из них трудились несколько мастеров. Это костюм Людмилы. Посмотрите, все это расшито нашими золотыми рубочками. Жемчуг, стразы, все здесь. Я не знаю, сколько весит костюм, но вес он, конечно, имеет, потому что, сами понимаете, камень есть камень. Думаю, что если с головным убором, килограмм пять точно. А вот эти уникальные костюмы были созданы в этом году к премьерному спектаклю «Руслан и Людмила вручную». Мастерами пошивочного цеха сшито было более ста эксклюзивных нарядов, на которые ушло около 30 тысяч метров ткани, 25 тысяч кристаллов, 40 тысяч метров декоративной ленты и еще килограммы украшений. Это костюм Наины, когда она змея, дракон. Вот такой головной убор в виде змей. Все это тоже расшито вручную. Видите, сколько много камней и блеску. Все сценические наряды для спектакля создаются в этих стенах. Работа начинается с эскизов. Здесь тон задает художник по костюмам. Перчатки, юбки, короны, доспехи, обувь, украшения. В процессе изготовления кропотлив и порой непредсказуем. Наверное, сложный больше костюм Владимира Великого, вот, князь. Там очень много ручной работы, практически все в ручной работе. Каждый костюм по-своему тут даже выделить невозможно. Невозможно настолько над каждым по работам и костюмам. Все индивидуальные. Некоторые вещи для спектакля берут из того, что уже есть. Часть костюмов создана 25-30 лет назад. Их обновляют, добавляя детали и подгоняют под фигуру артиста. Архив театра хранит костюмы с первых постановок «Красной шапочки». В этом костюме бабушки играл Юрий Померанцев. А в наряде «Красной шапочки» актриса Дина Химина, которая служила в Алматинском тюзе с 1946 года. На сцене театра идет репетиция будущей премьеры. И в пошивочной цехе работа опять кипит. Костюмы до премьеры посторонним не показывают. Есть такая примета здесь. И еще одна. Художники-модельеры не сдают нам склад остатки ткани, пока спектакль не состоялся. Крылогаш Минаяков, Валентин Лобанов, Хабар-24, Алматы.